Здравствуйте! Мы начинаем третью лекцию под названием «Представление чисел в компьютере». Но перед тем, как рассматривать, в каком же виде представляются числа в компьютере, разберемся, чем же отличается все-таки аналоговый сигнал от цифрового, чем что лучше, что хуже. Фактически вот, например, представлен аналоговый сигнал. Например, синусоид. Аналоговый сигнал представляет собой некий непрерывный сигнал, который может принимать любое значение в неком диапазоне, как было сказано в одной из предыдущих лекций. Но аналоговый сигнал практически никогда не представлен в таком вот виде. Практически всегда на него накладывается некий шум, который искажает данный сигнал. И его амплитуда так или иначе меняется. Чем сильнее шум, тем сложнее различить реальный аналоговый сигнал на фоне этого шума. Давайте рассмотрим аналогичный цифровой сигнал. Здесь представлен цифровой сигнал, который, как уже было сказано, может принимать только два значения обычно. Это логический ноль или логическая единица. И здесь представлен сигнал той же амплитуды, что и аналоговый. А внизу тот же цифровой сигнал с шумом, таким же, как и для того аналогового сигнала. Как мы можем видеть, в аналоговом сигнале не очень понятно, какие же все-таки были амплитуды у этого сигнала. Для цифрового сигнала все не так. Фактически можно поставить некий порог, и если сигнал не превышает этот порог, то он считается нулем. Если же он превышает этот порог, то он считается единицей. Учитывая то, что в микропроцессоре наличествует тактовый сигнал, то можно еще брать некие значения устретненные за определенный период, за, скажем, за период тактового сигнала. В этом случае какие-нибудь выбросы, превосходящие порог, будут отброшены как несущественные, что также увеличивает точность передачи цифрового сигнала. Но бывает, что шум настолько большой, что все равно он, порог, переходит. В этом случае можно ввести так называемую петлю гистерезиса, при которой переключение из нуля в единицу происходит при переходе какого-то высокого порога, близкого к единице. В этом случае даже огромный шум не позволит нулю перейти в единицу. При этом, когда необходимо перейти из единицы в ноль, то порог находится где-то вблизи нуля. И опять же, большой шум на сигнале, который принял значение единица, также не приведет его в ноль. Этот способ работы с цифровыми сигналами также повышает точность передачи сигналов и уменьшает чувствительность к шумам в этом сигнале. Теперь давайте рассмотрим, каким же образом можно подобный цифровой сигнал хранить в памяти компьютера. Наименьшим размером данных, которые можно хранить в памяти компьютера, является 1 бит, который представляет собой некую одну ячейку, в которой можно записать либо логическую единицу, либо логические ноль. Это достаточно удобно, так как фактически можно взять любой физический параметр, и если он принимает одно значение, то это логический единиц, если другой, то это логический ноль. К примеру, возьмем компакт-диск под микроскопом. Здесь мы можем увидеть, что в компакт-диске есть некие отверстия прожженные. Так вот, если на каком-то месте у нас есть отверстие, то значит это ноль. Когда лазер туда светит, то сигнал назад он получает существенно более слабый, нежели от того места, где отверстия нет. И это место, где отверстия нет, считается логической единицей. Биты, так исторически сложилось, объединяются в более крупные ячейки под названием байты. И опять же, исторически сложилось, что они объединяются по 8 бит. То есть в одном байте содержится 8 бит. И именно с байтами может работать система. То есть в арифметико-логическое устройство поступают не биты, а сразу поступают целые байты. И разрядности шин обычно кратны 8. Для того, чтобы передавать сразу полубайт. То есть шина может быть 8-битной, 16-битной, 24-битной, 32-битной и так далее. Но гораздо реже она бывает, скажем, полубайтной. То есть 4-битной, либо 12-битной. Такие шины встречаются существенно реже. В итоге получаем, что в 1 байт максимально записанное число это 2 в степени n, где n в данном случае равно 8. То есть максимальное число, которое можно записать в 1 байт, это все единицы. 2 в 8-й. Это 256 без единицы. То есть максимальное число, которое можно записать в 1 байт, равно 255. Минимальное это 0. Но на самом деле фактически любой комбинации в байт можно сопоставить фактически любое число. То есть можем сказать, что все единицы это бесконечность. И тогда все единицы будут действительно максимально числом, которое можно записать в 1 байт. А все нули это, например, минус бесконечность, а единицы это будет минус 5. А единицы, скажем, в четвертом разряде, а все остальные нули, это будет 158. И так далее. То есть можно любому набору нулей и единиц в байте сопоставить совершенно любое число, в зависимости от того, что нам необходимо. Но, разумеется, так никто не поступает. И большинство представлений чисел, они стандартизированы для того, чтобы все компьютеры друг друга понимали. Вот давайте рассмотрим, какие бывают стандарты представления чисел в компьютерах. Но перед этим рассмотрим, какие бывают записи числа. Во-первых, бывает знакомая всем десятичная запись числа, где содержится 10 чисел. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Также есть двоичная, в которой всего два числа, это 0 и 1. Здесь мы можем видеть, как сопоставляются двоичные числа к десятичным чиселам. Кроме того, есть еще шестнадцатиричная запись числа, которая содержит в себе 16 цифр. Причем первые 10 такие же, как и у десятичной системы, а оставшиеся 6 дополнены буквами латинского алфавита A, B, C, D, E и F. В чем удобство шестнадцатиричной системы? Дело в том, что переводить из двоичной в десятичную и обратно – это достаточно сложная задача, так как однозначного соответствия зрительного найти сложно. То есть необходимо как-то пересчитывать, там, скажем, если число какое-то большое, то перевести его в уме из десятичной в двоичную или обратно – оказывается очень сложной задачей. Поэтому были придуманы шестнадцатиричные числа. Они позволяют быстро и легко переводить значения из шестнадцатиричной в двоичную и обратно, и при этом занимают место в четыре раза меньше, чем запись в двоичном виде. Для того, чтобы успешно работать с программой для микропроцессоров и микроконтроллеров, необходимо уметь в уме переводить из двоичной системы в шестнадцатиричную и обратно. Давайте рассмотрим примеры. Вот, естественно, к примеру представлено двоичное число. Обычно в языках программирования оно обозначается как 0B. B обозначает биннери, то есть двоичный код. Шестнадцатиричное число обозначается как 0Х, скажем, в языке C. Также его могут обозначать знаком доллара, либо буковкой H в конце. Все это зависит от конкретного языка, то есть особенности обозначения шестнадцатиричных двоичных чисел необходимо уточнять для каждого языка отдельно. Десятичные числа обычно пишутся без каких-либо дополняющих знаков. То есть если число написано без каких-либо дополняющих знаков, то это десятичное число. Для остальных систем исчисления необходимы дополнительные знаки, которые будут говорить, какая система исчисления используется в тот или иной момент. Для перевода мы можем видеть, что у нас есть большое двузначное число. Мы берем, начиная с самого младшего, по 4 значения этого двузначного числа. И сопоставляем ему соответствующие значения шестнадцатиричного числа. То есть 1, 1, 0, 1, ищем 1, 1, 0, 1, это D. Все единицы это F. И так далее. В итоге мы получаем число существенно более короткое в плане записи, нежели двоичное. При этом не сильно теряющих в понимании, где находятся нули и единицы в двоичном числе. При этом, как мы можем видеть, перевести двоичное число в десятичное и обратно действительно достаточно сложно. То есть если мы имеем при себе десятичное число, то вот в данном случае оно нечетное. И можно сказать, что в младшем разряде у него будет единица. То есть в каких еще разрядах будут стоять единицы, это надо уже как-то переводить. Давайте теперь рассмотрим, какие операции можно производить с двоичными числами. Во-первых, это сложение. Здесь мы можем увидеть таблицу истинности для сложения двух чисел А и В. То есть 0 плюс 0, 0, 0 плюс 1, 1, 1 плюс 0 тоже 1. И 1 плюс 1 будет 1, 0. То есть 1 плюс 1 это 2, а в двоичной системе исчислений это будет 1, 0. Как же происходит сложение двух чисел многоразрядно? Равначально. Вот возьмем для примера вот такие два числа. Что у нас получается? 1 плюс 1, 0. Единицы переходят в следующий разряд. 1 плюс 1 и еще плюс 1. Получаем 1, 1. Единицы пишем сюда. Единицы в следующий разряд. 1 плюс 1 и плюс 0. Получаем 1, 0. Единицы переходят в следующий разряд. И так далее. В итоге получаем, ну, в данном случае получаем число 186. Теперь рассмотрим другую ситуацию. Все те же самые два числа. В данном случае 135 и 163. Разница только в том, что после сложения этих двух восьмибитных чисел мы получили 9-битное число, равное 398. Но если мы складываем два однобитовых числа и записываем это тоже в однобайтовое число, то у нас неоткуда взяться девятому биту. То есть, скажем, при придаче по шине, по восьмибитной, 9-й разряд не появится. То есть, будет все равно передано только 8 разрядов. И внутри в восьмибитной ячейке 9-е значение тоже никак не появится. Таким образом, одно из значений будет отброшено. В данном случае это будет старшее значение. В итоге, сложив два восьмибитных числа и записав их результат также в восьмибитное число, мы получим неправильный ответ. То есть, в итоге получаем 135 плюс 163. Мы получаем 42. Фактически получился эффект переполнения. То есть, у нас вся ячейка переполнилась, и мы получили ответ на 256 меньше, чем должны были. Об этом следом следует помнить, когда работаете с числами. В данном случае необходимо было взять для результата 2-байтное число, в этом случае потерь бы не было. Данный эффект может быть как плохим, как в данном случае, когда мы получили неправильный ответ, так и хорошим. Например, в программе можно создать некий массив на 256 значений. Его будут индексы от 0 до 255. А счетчик по этому массиву мы можем просто увеличивать на единицу. Когда он дойдет до значения 255, то он автоматически обнулится с помощью эффекта переполнения. Дальше. Как же происходит вычитание двух чисел в компьютере? Фактически вычитать два числа это несколько более сложная и нетривиальная задача, нежели их складывать. Здесь возникает ряд нюансов, которые необходимо решать. Поэтому оказалось гораздо проще воспользоваться следующим арифметическим действием. Ведь а-б это то же самое, что а плюс минус б. Причем минус б плюс б равно нулю. То есть, если у нас есть некое число б, то обратным к нему по сложению является такое число сумма, с которым даст ноль. Но у нас число б является числом положительным. Или неотрицательным. Так как предположим, что оно не ноль, то есть оно число положительное. И число минус б также будет числом положительным. В данном случае мы пока не умеем писать как таковые отрицательные числа. У нас есть числа от 0 до 255, которые мы можем записать в один баль. И для того, чтобы получить число минус б, мы должны воспользоваться эффектом приполнения. То есть, у нас получится сумма б и минус б равной не именно нулю, а равной единице и восьми нулям, что в данном случае при записи в один байт будет тождественно равно нулю, так как старший бит будет отброшен. Давайте разберемся, как же нам получить, скажем, минус 5 для 5. Мы должны получить единицу и восемь нулей. А 5 записывает как 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Чтобы получить здесь 0, нужно записать сюда единицу. Дальше необходимо 1 плюс 1, 0, сюда пишем единицу. 1 плюс 0, 1. Чтобы получить 0, должны записать опять сюда единицу. Ну и так далее в итоге мы получаем некое число. Давайте теперь рассмотрим, каким образом нам все-таки получить отрицательное число без таких сложных построений. Давайте прежде всего число b, для которого мы ищем отрицательное, инвертируем. В итоге у нас те же самые 5 было. После инверсии мы получим все тоже на самое, с точностью до наоборот. То есть там, где были нули, мы получили единицы. Там, где единицы, мы получили нули. Сумма этих двух чисел даст нам все единицы. Теперь для того, чтобы получить единицу и все остальные нули, нам нужно к инвертированному b прибавить единицу. То есть получаем, что для того, чтобы получить минус b, нам необходимо инвертировать это самое b и прибавить к нему единицу. Таким образом мы получим минус b. И уже с этим числом мы можем вкладывать наше b. Да и фактически, в любом случае, если мы прибавим к нему числу а число минус b, то это будет то же самое, что мы вычтем из а число b. Таким образом реализуется вычитание в микропроцессоре. А теперь рассмотрим, какие же бывают диапазоны у однобайтовых чисел. Фактически числа можно поделить на целые беззнаковые и целые знаковые. Из тех, что мы уже разобрали. В беззнаковых числах, как уже было сказано, минимальным числом является 0, а максимальным является 255. В знаковых числах минимальным числом является число минус 128, которое записывается как единица, и все остальные нули. А максимальным числом является 127, 0 и все остальные единицы. Можем заметить, что самый старший разряд в гречке показывает знак данного числа. Если в старшем разряде единица, то число отрицательное. Если знак 0, то число положительное. Если число положительное, то оно записано в прямом коде и его можно считать напрямую. Если же число отрицательное, то это не значит, что дальше будет просто-напросто тоже записано в прямом коде число. Его можно считать и просто прибавить ему минус. Нет. Как мы уже разобрали выше, число будет записано в так называемом дополнительном коде, который был разобран выше. И число надо разбирать не знак отдельно, все остальные цифры отдельно, а все вместе. Не переводить его в нужный формат. Как мы можем видеть, если сложить минус 128 и 127, мы получим все единицы, что эквивалентно минус единиц в одистичном виде. В принципе, все правильно. Хорошо. Теперь рассмотрим, какими бывают тробные числа и как они представляются в компьютере. Тробные числа можно разделить на две большие группы. Это тробные числа с фиксированной запятой и тробные числа с плавающей запятой. Тробные числа с фиксированной запятой фактически представляют собой целые числа. Просто несколько разрядов от целого числа мы предполагаем, мы предполагаем, что это будут дробные части. В данном случае два влачных разряда десятичного числа являются дробной частью. Как мы можем видеть, при сложении размер дробной части сохраняется. При этом, если мы будем эти числа перемножать либо делить, то у нас отникнут проблемы с сохранением дробной части, то есть при умножении этих двух чисел в целой дробной части уже равной четырех. Поэтому при работе с фиксированной запятой можно дробную часть складывать и вычитать, а при умножении или делении необходимо очень аккуратно обращаться с этой дробной частью. В этом недостаток данных чисел. Кроме того, они не позволяют представлять какие-то очень маленькие числа, либо наоборот какие-то большие числа с при этом дробной частью. Для этого есть числа с плавающей запятой. Ну, какие-то простейшие. Действия можно делать и с числами с фиксированной запятой. Они работают как целые числа, то есть выполняются достаточно быстро, намного быстрее, чем числа с плавающей запятой. Поэтому, если есть возможность использовать фиксированную запятую, лучше использовать фиксированную запятую, не переходя к числам с плавающей запятой. В следующей лекции мы продолжим разбирать представление чисел в компьютере и начнем с рассмотрения, как же все-таки представляется в микропроцессорах числа с плавающей запятой. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание.